Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Айзека. Давайте сделаем еще сегодняшний дейлеран. Это дейлеран будет от 2 ноября 2015 года, если вдруг сейчас у вас на календаре какой-то другой год. И поехали! Да, сегодня дейлеран у нас за Азазеля, до сердца, насколько я понимаю, и на харде. Да, так и есть. Так, что у нас со стартовыми айтемами? Стартовых айтемов у нас нет, просто нет. Так, посмотрим, что они дают за кастры. Так, за кастры ничего не дают. Также мне сказали, что вроде как попрошайки снижают счет и покупки в магазине снижают счет. Будем этого избегать по возможности. Ой, я отвлекся куда-то на что-то не на то. Ей-ей. Так, щас, щас, щас. Оп, не попал. Оп, не надо попадать, пожалуйста. А, отлично. HP Up. Так, мне еще сокровищница нужна. Да, покупки в магазинах вроде как снижают очки. Попрошайки снижают очки, и бог его знает, что еще снижает очки. Возможно, даже снижение очков снижает очки. Да, так, нет. 22 монеты, 22 монеты. Недурственно. А, я знаю, это фартинг бэби, но я не знаю, что он делает. Я знаю, что он наверняка работает как драйбэби. Ну, как, я предполагаю. Я этого как бы не знаю, но как бы предполагаю. Вот. Ага, вот что, вот что он делает. Ну, ладно. Ладно, проверим на следующем этаже, кстати говоря. А, у меня нет ни одной бомбы, у меня нет ни одного ключа. Может, мне что-то отсюда выпадет? Нет. Ну, и ладно. Бог с ними. Бог бы с ними. В принципе, за Зазели не должно быть сложным пройти. Что бы то ни было, это же, чёрт возьми, Азазель. Им надо лишь немножко дэмэджапов, и... Да и чаще всего всё. Больше им ничего не нужно. Так, еще сундук. О, бомба, отлично. Бомба, это хорошо. Да, я только не знаю, отравляет этот... Я хочу сказать, что он драйбэби, он не драйбэби. Фартбэби он отравляет или нет? Так, еще один никель, отлично. Просто отлично. Еще бы ключик найти, и было бы вообще прекрасно. Хотя бы для того, чтобы попасть... Для того, чтобы попасть в сокровищницу. Это какой-то шоколадный бро был. Шоколадный бро. Твой бро. Так, дэдфул, а это... Ой, что-то у меня как-то подлагивает. Так, сейчас я буквально на секундочку. Может, у меня что-то куда-то полезло. Так, это у меня, наверное, тарант немного лагает. Да, я надеюсь, что в дальнейшем лагов у меня сейчас не будет. Я думал, что у меня может... Может, стим, кстати... Ау! Может, стим полез. Может, стим полез, чего обновлять. Патчик, кстати, обещают к середине недели. К этой, насколько я понял. Так, ну это еще успеется все. А, это Рэггман. Ай, эм Рэггман. Скиби-диби-ди, да. Опа, 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 опа-па. Мы отдыхаем хорошо. А, отлично. Спид-ап, то, что надо. И косы! Косы, ребята. Это да, это то, что я беру. Я знаю, что, наверное, орбитал будет получше, но... Но не факт. Абсолютно не факт. Так. Определенно мы с вами сходим и в магазин, и туда. И раз уж мне нужно зачищать все-все-все, то я, пожалуй, этим и займусь. Так. Так-так-так-так-так, ребята. Так-так-так-так-так. Заодно проверим, можно ли здесь умирать. Ну, в плане... Ну. Прекрасничка. Хм, ну ладно. Так, теперь я не могу летать, но теперь у меня дэмэдж просто космический. И раньше есть. Просто отлично, просто отлично. Плюс сейчас я возьму еще кошку. И буду тащить. Все-таки полет не самая важная вещь. Так. Nine lives. Алгис, пожалуй, все-таки. Да, жаль, что нельзя было убиться в той комнате. Ну, что поделаешь. Не всегда можно убиться там, где хочешь. Это старая, добрая, чукотская истина. Так, отлично. Это берем, и вот это берем. И больше ничего не берем, потому что я не хочу ничего больше брать. И валим отсюда. Валим, валим, валим. Так, 2600 очков. Я думаю, что... Сейчас дело пойдет немножко быстрее, потому что мне не надо подходить близко к врагам. Я очень надеюсь, что Black Judas не сломает нахрен весь этот daily run. Поскольку... Ну, может, наверное. Я не знаю. Наверное, может. Все-таки мы имеем игру, в которой... Так, на секундочку. Ни разу не сбалансирован. Например, гритмод. То есть гритмод ломается, ну, чаще, чем... Ну, хочется пошутить про школьницу, но это как-то неправильно. В некоторых смыслах. А, да, кстати. У меня же еще рука есть. И... Правда, школьницы не добавляют этому нормальность и высказыванию этому. Ну, вы поняли, о чем я. Оп. Оп, оп. Мизантроп. Да, это вам не за лосты гонять, ребят. Это вам не за лосты гонять. Вы не представляете. Вы не представляете, насколько мне сейчас... Паршиво сидеть в свой выходной. И два дня, два дня... За два дня у меня было два рана Вайзека, и те я вам под запись сделал. То есть буквально вот эти вот... Вот то, что вы видите. Дейлики вот эти. Это все, что я играю за... Сыграл за выходные. То есть буквально все. Я не играю Вайзека вне стримов. Оу, еее. Это кош... Кошачья лапа, ребят. Да, я сразу кушаю. Естественно, я бы его упер в любом случае. Но я упру ее с большей радостью, поскольку она может принести мне, например... Ну, второй, третий, пятый, десятый шансы. Так как если я буду оставаться с одним сердцем... Nope, 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 nope. Хотя... Да, давайте возьмем. Я думаю, что я не сдохну с таким комбо. Даже если сдохну, то и бог с ним. Да, вот эта комната, если вы там первый раз, возможно, играете... Не торопитесь мобов убивать. Дайте им разлететься получше. Потому что если не дать им этого сделать, то можно неплохо так огрести по щам. Комната очень неприятная. Не получить в ней урон без полета сложно. Просто поверьте моему опыту. Да, дэмэдж апп, конечно же. Дэмэдж хп апп. Так, погнали вниз. Так, сейчас проверим секретку. Потому что папин ключ все-таки показывает нам секретки. Да, отлично. Это секретка. Это два ключа. Прекрасно просто. Наверх, налево. Урон я получаю как бы по минимуму пока что. Это меня радует. Так, хорошо. Попробуем рядом с боссом. Нет, давайте попробуем в комнате босса. Если он откроет сделку с дьяволом. Я не тестил. По-моему, я не тестил. Нет, он не открывает сделку с дьяволом. Окей, погнали дальше. Жаль, конечно, что не делает этого. Потому что, ну, сделка с дьяволом. Вы понимаете. Ну, раз нет, значит нет. Как бы и я не могу на этом настаивать. И физически не могу просто. Так, бро-бро-бро-бро-бро-бро. Не надо, не надо, не надо. Стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Отлично. Стоп-стоп-стоп. На-на-на. Стоп-стоп-стоп. Оу-е. А чё? Ну ладно, хотя бы два сундука сделаем. Оу-е. Полёт, ребята, полёт. Полёт, фейт, полёт. Ща мы тут всё это оприходуем. Больше очков, бух очков. И всё такое. Интересно, сейчас мне дадут за босса за этого очки или нет. По идее, должны. Но вот как за босса или как за моба. Что важно. Нет, по-моему, как за моба. Я мог, конечно, наверное, мог выбраться. Я не знаю, я дэдики вообще не пользовал. Кстати говоря, если вы следите за Дезлсом, то Дезлс, скорее всего, не будет продолжен за Айзека, поскольку... Это я немножко отвлекусь, пока я тут летаю. Поскольку... Оу-у-у-у, да. О, нет. О, чёрт. Не берите никогда это дерьмо. Да, поскольку за Айзека теперь играть, ну, вообще не интересно. Потому что Айзек у нас теперь слишком имбовый. За счёт кучи артефактов. Так, давайте сюда. Да, кстати, а это работает интересно. Я всегда стреляю. Оу-у-у-у. Короче, я без понятия, что это сейчас было. Так, да, заодно посмотрим потом на записи, сколько у меня очков снизилось. Напишите, если я забуду посмотреть это после самой записи непосредственно. Хотя, знаете, возможно, этот артефакт не такой уж и плохой. В принципе, да, он постоянно стреляет, но... Но он постоянно стреляет, а это неплохо. Единственное, что вот неплохо бы побыстрее бы перемещать как-то прицел. Ну, а тут ничего не поделаешь. Так, босс. Давайте к боссу. Я надеюсь, на сделку с дьяволом, конечно же. С другой стороны, ребят, я и так бы стрелял постоянно. Ау. Перемещается он как-то по-инвалидски. Я просто пытаюсь перемещать его, как бы, ну, чтобы, ну, как, зажимать, чтобы он стрелял. Чего делать не нужно. То есть, мне надо просто водить, по сути, прицел вокруг себя, и тогда все будет окей. Так, пожалуй, вот это. Сирсшот спидап. Давайте посмотрим, как он работает. Давайте просто глянем, как он работает теперь. А, вот его заряжать надо. Отлично. Теперь мне надо рулить вдвоем большим количеством стреляющих штук. Потому что одна штука будет стрелять сама по себе. А другой я могу управлять, как-никак. Так, ключ, ключ, ключ. Погнали дальше. Да, немножко руиню. Возможно, это забег, я не знаю, ребят. Но я буду знать, что делают артефакты. Это все опыт, который приходит далеко не сразу. Так, все, погнали отсюда к чертовой матери. Я мог бы, конечно, пойти там вот, исследовать еще одну комнату, но слишком долго туда бегать. Так, что здесь? Ага, 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 паучок. Окей. Паучок, it's окей. Так, эмперор, эмперор, давайте. Что это за комната? Так, никва плюс один, погнали. Локап, конечно же. Прицел бы более какой-то светящийся, что ли. А то как-то не видно его ни хрена. Вот если бы прицел было бы видно, было бы гораздо круче. Потому что было бы гораздо удобнее, даже не столько круче. Сколько банально удобнее. Потому что сейчас, например, я его вообще не вижу. Просто вот вообще. Этол, что называется. Простите меня за англицизмы. Это, 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 это неконтролируемо мной. Так, хорошо. Побежали. Так, раз магазин снижает. Значит, не пойдем. Зато, зато, если вы имеете такой артефакт, как у меня сейчас. То вам не нужно париться вообще ни о чем. Вы можете стоять, например, по диагонали относительно моба и стрелять по нему. И вам не надо двигаться даже для этого. Так что артефакт, в принципе, тащит. Просто он непривычный, да, но... Знаете, знаете, к ножу привыкать нужно было долго. К бримстоуну относительно тоже надо было привыкать. Особенно если вы играли в Rise of the Lamp. Я думаю, вы поддержите меня. И... И как бы... Рэндж даун. Рэндж даун. Сам даун. Как бы говорит рэндж нам. Рэндж. Нет, пожалуй, ключик все-таки. Да, то есть ко всему надо было всегда привыкать. Особенно в Rise of the Lamp, где все не так работало, как... Как здесь сейчас. И потом, когда ты привыкаешь, например, к ножу в первой части. Кажется вам сейчас. Ой, нож, имба, да, поднимай там, например, рэндж апы и все такое. Раньше на нож не действовало ничего. Ни тирзапы толком не действовали, ни рэнджа. Рэндж апы вообще не действовали. И... Фактически у него был один рэндж фиксированный. И все. Все. То есть ты не умеешь с ним обращаться. Для тебя нож-то барахло. Не знаешь бага с бримстоуном. Для тебя бримстоун это барахло. Но как только ты научился, все, ты бог. То есть тебе реально было больше преимуществ от этого, чем негативных каких-то моментов. Я думаю, здесь примерно так же. Так. Так, так, так. Погнали. Так, я бы не отказался, на самом деле, от третьей части гапи. Кстати, вот с этой штукой прикольно было отобить. Просто подумайте, что вам не надо стоять на линии его огня. Можно просто его... А я могу его вот так. А я могу вот так. Не-не-не, это определенно крутая штука. Я просто увидел новый артефакт, поэтому я теперь его обсуждаю, ребят. Так что поймите меня. А то подумайте, что я тут ничего происходящее не комментирую. Не комментирую. Но вот для меня сейчас главное этот артефакт. Прицел. Прицел бы каким-нибудь трудим цветом. Ну, вообще клево. Вижен, 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 вижен. Давайте вижен. Уровень большой. Энзос звучит как Затс Сакс. Но это не Сакс. Это вообще не Сакс. Ага. У этого звездюка, кстати, тоже... Кстати, он снижает ваши очки немножко, но снижает. Возможно, количество оставленных на балансе ваших денег как-то влияет на финальный счет. Ну, я фактически сейчас имею отличное комбо. Я не жалею ни разу, что оставил лапку. Хотя я сейчас не пользуюсь ни хрена этим ключом. Но я думаю, в какой-нибудь критической ситуации он мне поможет. Теперь я могу сделать, смотрите, вот так выставить. Потом так вот раз выйти на него. Пальнуть. Может быть, это занимает немножко больше времени. Но безопасность, она такая. Так, давай, чувак. Бум-бум-бум. Отлично. Черное сердце. Погнали. Может быть, не магазин снижает ваши очки, а просто трата 15 монет, например, снижает ваши очки. То есть, ну, это как бы происходит... Kind of все еще в магазине, да? Но я попрошайки даю деньги, и это снижает мой финальный счет. Но не напрямую. Перкс. Перкс. Звучит как одно из тех слов, которые говорит Пинки. Перкс. Бряк. Так, кстати, красные черепки совершенно не обязательно убивать. Потому что есть красные летающие черепки, да, которые... Которые как черные, только красные. Потому что... Просто не обязательно. Вот и все. Ауч. Вы можете убить всех мобов. И черепки умрут сами. Так, это у нас... Мне, по сути, даже не надо смотреть на то, куда я стреляю. Мне нужно просто туда навести и персонажа уводить, 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 уводить. Так, что это у нас тут есть? Давайте проверим. Угу, работает. Оф-та-фак. Оф-та-фак. Так. Мальчики и девочки. Пора нам отсюда валить. Пора нам отсюда валить, я думаю. Я хочу, конечно, босс раш пройти, но не сейчас. Ну нафиг этот босс раш. Я в этой большой комнате вообще не вижу свой прицел. У меня вообще есть еще. Да, есть. Так, побежали, побежали, побежали. А, в такой комнате это не очень приятно, да. Но, знаете, что у вот этого вот отражения... Вот эти черепки. У этого отражения дальность не максимальная. Возможно, она скейлится вот... От вашей дальности. Ну, короче говоря... Если стоять на другом конце комнаты, то он вам ничего не сделает. Слезы будут падать прямо перед вашими ногами. Так, что это? О, нет. Хе-хе. Ноп, 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 ноп. Ноп, 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 ноп. Так, Фарбэби меня защищает. Кстати говоря, там выпал красный сундук, а я его даже не заметил. Где-то, где-то, где-то вот он. А, черт. Спидап может быть что-то из этого. Пьюберти. 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 Нет, спасибо. Ну, ну. Блин, ну давай, урод. Черепок, ты урод, и мама тебя не любит. Так, поехали. Оп, 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 оп. Да, вот для таких комнат это определенно круто. Так, давайте не будем защищать. Честно, я не хочу вот в утробе уже защищать левел. Абсолютно не хочу. Так, здесь синие камни, синие камни. Нет, синие камни. Хорошо, давайте вниз. Через вниз пойдем. О, красная на красном. Прекрасно. Это то, чего я ожидал. Это то, о чем я мечтал. Чтобы красное было на красном. Больше красного на красном. Богу красного на красном. Вы же этого тоже хотели, ребят, правда? Чтобы у вас больше красных вещей было на красных вещах. Чтобы вы меньше всего видели. Потому что так, очевидно, честнее. И это... Ну как, как там наша индустрия говорит? Хардкор! Да? Дерьмовый левел дизайн. Хардкор! Ау! Сломанное лицо. Хардкор. Бомба золотая. Золотая бомба золотая. Наполняет ароматом. Я не знаю, чего. Я не знаю. Я не знает. Оу! Давай. На-а-а-а-а. Where my cat, you son of a Grinch? Where my cat? Оу! Мазл пазл. Как это? Как это будет? Ой-вай. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. НОП! Ха-ха-ха-ха. Не хочу. Вообще, давайте проверим. Хо-хо-хо! Да, ребят. Оно того стоило. Ладно. То есть, стоила она того или нет? Мы узнаем чуть попозже. Посмотрите. Просто посмотрите. Хоу! Лиши. Ха-ха-ха. Ииии... Пройдено. Но почему-то мало очков. Или не пройдено? Нет, пройдено. Стоп. Стоп. Пройдено, да? Да, пройдено. Хм. А как-то у людей больше очков было. Неужели они всё-всё-всё-всё-всё-всё зачищали? Эх, кошки нет. Ладно. Я не знаю. Там у народа реально больше очков. Под 30 тысяч. Каким-то образом. Но меня ограничивают этим. Так что... Виндизель. 26 тысяч очков. По времени, конечно, 10-тысячный я. Но 2-тысячный ранг это неплохо. Хотя, в принципе... Да нет. Давно уже челленджом навелся. 10 часов назад. Даже 11. 16-ти стейдж бонус. Эксплорейшн бонус 11-800. Швэк бонус 2-600. Ну, это неплохо. Только почему-то левел 8. А люди как-то на 11-й уходили. Неужели они где-то Undefined нашли? Не знаю. Давайте посмотрим. Я сейчас по... По-скору нахожусь на 2049-м месте. Глобально. Ну да. Среди друзей я... Раз, два, три, четыре, пять. Шестой. Но вот как набрать... 31-ту, например, тысячу как у Ост. Я без понятия. Какие-то челленджи... Блин, ну, по-моему, немножко недопилены эти дейлики. Как будто их до конца не продумали. Вообще, я за то, чтобы дейлики были двух типов. Первый на время, второй на очки. И тогда точно... Ну, не нужно было бы ломать голову. А сразу на время и на очки получается какая-то хренота. Потому что это две противоположные вещи. То есть, ты в любом случае или очки, или время. Вот. Так что... Не знаю. Вот, просто не знаю. Я не то чтобы против, но все равно мне больше нравится... Ммм... Что такое майн? Global Friends. Все так же на шестом месте. Все так же на шестом месте, даже по времени. Да. Ну, такой он сегодняшний челлендж от 11-го... Что? А, 11-й это месяц. Да, мне же месяц первый. От 2-го, 11-го, 2015-го. Азазель, сундук, шестое место на обеих позициях. Я думаю, меня не волнует особо рейтинг в общем... В общем зачете. Все равно там одни хреновые читеры. Да. Шестое место. Ну, я вот тут 10 секунд потратил там, 10 здесь, 10 тут. Видите, кто-то прошел чуть быстрее меня. В любом случае, это пару... Пару минут. Бонстер. Бонстер даже оказался на 6958-м месте. Но по времени. По очкам. Так, а я сейчас куда листаю? Ага, да. Фроул. Ха-ха, Фроул, я тебе сделал. Насыл их 2000 очков. Ха-ха. Так, что еще? Где? Бонстер. О-о-о-о, я тебя по очкам просто уделал. Клэнона. Клэнон. Мустанг. Я здесь... Наконец-то я где-то победил Мустанга. Все. Жизнь прожита не зря. Да. Я надеюсь, что вы увидели свой ник в этом списке. Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!